Площадь Ленина Площадь Ленина Площадь Ленина Площадь Ленина В один из вечеров моя хорошая знакомая Диана Берг прислала мне приглашение на встречу ВКонтакте, в который в тот момент было порядка 100 человек. Она предложила идею выйти на следующий день, митинг с флагами. Мы никогда не были в политике, никогда общественной жизнью не занимались, то есть какой-то активности гражданской не проявляли, вплоть до двухлетней давности. Просто создали ивент, встречу ВКонтакте, это была встреча ВКонтакте. Давайте выйдем против вот этих идей сепаратизма, то есть за единство страны. Потому что уже риторика начиналась об отделении, давайте там федерализация, Россия наша, значит, мать родная. Я подал тогда первую заявку вместе со своими двумя сотрудниками, которые у меня тогда работали на баре. Мы ожидали увидеть, ну так, человек 200-300, а увидели порядка двух с половиной тысяч. Люди позитивные были, с украинскими флагами, пели какие-то песни. Когда вытаскивали флаг Евросоюза и кто-то кричал Евромайдан, ему говорили, иди погуляй. Ну типа, мы не Евромайдан, мы за Украину, мы украинцы. Многие люди в Киеве и в остальной части Украины делают некоторое отождествление между двумя параллельными процессами, которые происходили. Это Евромайдан в Донецке и движение за единство Украины. Многие из людей, которые хотели присоединиться, очень четко акцентировали вот этот вопрос. Вы же не в поддержку Евромайдана. Вы за единство? Если за единство, мы придем. Если за Евромайдан, мы против. Будь последователь. Это часть нашей культуры. Донбасс, это решительные люди. Это наш дом. Русский ты, я русский, или украинец, не важно. Это наша граница, это наш дом, понимаешь? Когда сюда люди заходят с оружием, это вытирают ноги, понимаешь? А кто же сюда за Украину? А мы все за Украину. Но тебя, они тебя слушают. Тебя никто не бьет. А сейчас нам показывают с той стороны. Наших пацанов бьют. 23 года до этого в Донецке местная элита, так сказать, она создавала все условия для того, чтобы гражданское общество вообще не появилось. Я когда приехал в Киев и увидел здесь, например, как организованы журналисты, там рух стоп-цензуры какой-то был, да? Потом было что-то еще какие-то движения. Для нас в Донецке это все было невозможно даже представить. Громадские активисты, журналисты независимые, они всегда были под каким-то постоянным прессом, под какой-то такой травлей, я бы сказал, безминной владой, которая была в Донецке. Это сначала были перефарбованы коммунисты, а потом они объединялись в такую структуру, как партия регионов. Через свою орг структуру партии регионов, Донецкую городскую организацию, которая, кстати, руководила Лукьянченко, они стали проводить митинги в поддержку курса партии регионов, правительства Азарова и президента Януковича. Они приходили на Майдан, на площадь Шевченко возле библиотеки Крупской и разгоняли активистов Евромайдана, унижали их, оскорбляли. Они продолжали эксплуатировать глупые штампы советских времен. Донбасс никто не ставил на колени, Донбасс порожняк не гонит. В итоге люди не поняли необходимости отстаивать свои права. Мы сейчас начнем убивать друг друга. А зачем убивать? Потому что такая ситуация, люди же смотрели с телевизора. Вот я был в Киеве, я был в Марьинском парке. Понимаете, это же такое, революцию же не те, ее кто-то делает. А потом происходит совсем друг к другим. Тот, кто ее начинает, не всегда становится победителем. Так как все в целом люди были не заангажированы политикой, выставлялось одно единственное требование. Никаких политических символиков, никаких политических лозунгов. Единственный лозунг, который мы приемлили, это то, что Донецк это Украина. Уже не мало значения, чи ти националіст, український, чи ти там, я не знаю, там, ліберал, чи ще хтось. Тоді це не мало значения. У нас був спільний супротивник, і ми мали продемонструвати, що все ж таки Донецьке українським містом. Через рухи шумные, і дворя зелені, Відршу з не донецкую, варень молоку. Назвичайся! Назвичай! Сегідні ми видим, що милиція деморалізовані, тому сфері граждан растат опасення за свою безпекти. Мы выходили туда, не драться, потому что как-то я не готов был драться, не знаю. Мы просто выходили, стояли, ходили, разговаривали со своими знакомыми, пытались кого-то переубедить, пытались пригласить. Я себя чувствовала счастливой. Мы одели на себя шарфики сборной Украины, взяли флажки, шли даже с каким-то вызовом по улице, потому что это было для нас, что наконец-то мы можем туда пойти. Столько людей с флагами, с плакатами, людей открытых, красивых, добрых, улыбчивых. И по ту сторону я вижу какой-то мордор. Камни, яйца, зеленка. И в целом люди стояли, люди не отвечали никакой агрессии назад, потому что им это не нужно было. Вот этот самый большой флаг, который мы растянули, он, получается, закрывал нас от этого всего. Камни, яйца, зеленка. Мы хотим дружить свою свою. Мы хотим дружить 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 свою. По нашим примерным оценкам, на митинг за единство Украины 5 марта 2014 года на площади Ленина вышло 7 тысяч человек. Параллельно проходящий пророссийский митинг собрал от полутора до двух с половиной тысяч. И там, и там основную массу, несмотря на все остальное, составляли местные. Бабушки, дедушки какие-то агрессивно настроенные в центре города ходили, устраивали какие-то шесть. Это раздувалось, как будто весь Донецк у нас в огне. Весь Донецк, как Крым, хочет присоединиться к России. Хотя 100 метров от данных митингов, каких-то мероприятий, мамы ходят с колясками, жизнь кипит, люди сидят в кафе. То есть ничего так мы не ощущали того, что происходит то, что в телевизоре. В Донецк, как и всю Украину, тоже зацепило желание перемен, но там, пожалуй, груз прошлого был самым тяжелым. То есть вот это движение, которое просто говорило, что по-старому жить нельзя, к сожалению, было довольно малочисленным. И при этом даже такая небольшая его активность, как ежедневные акции, собиравшие несколько сотен людей, вызывало очень жесткое сопротивление со стороны местной власти и тех, кто ей симпатизировал. Украинец! 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 Конечно, когда эти акции начинались, и когда на площадь Ленина выходили десятки тысяч людей, и это было все вот с такими протестными настроениями против событий в Киеве, эти же настроения были и у меня, я же точно такой же. А как политик, конечно, я не мог не использовать это, и действительно, я поддерживал эти митинги для того, чтобы в том числе и как политику укрепиться, потому что это совпадало с моими взглядами. Но вот в тот момент, когда появились призывы отсоединиться, вот это и была черта, которая меня лично отделила от этих митингующих. Шишацкий, Богачев, Лукьянченко, Левченко — люди, которые предпринимали действия по организации этого происходящего сепартистского движения. Это люди, которые его родили под крылом Ахметова, они его создали, как движение антимайдана. Они рассказывали о приближающих правосеках, бандеровцах, сочиняли легенды, собирались охранять здание об администрации непонятно от кого, и в результате не смогли его сохранить от своих же выращенных активистов. Это был всегда наш принцип. Мы всем давали слово. У нас и стихи бывало читали с трибуны, и песни пели, и чушь откровенную мололит. Губарев тогда вышел, по большому счету сказал откровенную чушь, что-то там лепетал про участок земли, который ему не дали. И тогда в его речи не было ни призыва к отсоединению, ни, по-моему, ничего сепаратистского. Я вас услышал, я знаю, что вы с народом. Сейчас самое важное, это либо вас продавят, либо вас не продавят. Я коротко зачитаю наши требования. Даже не буду выдерживать ультимативную форму. Первое. Признать Верховную Раду Украины органам власти, утратившим легитимность. Второе. Признать существующий кабинет министров нелегитимным органам власти. Третье. Признать нелегитимность власть Донецкой облгосадминистрации Сергея Таруты, либо любого другого человека, которого назначат нам из Киева. Россия! Россия! Мы стоим пока и никуда не двигаемся. Мы никуда не двигаемся. Я по-русски говорю. Ну давай все же, заходите ломать у нас в Донецк. Не будем ничего. Вчера страну сломали, облгосадмистрацию сломали. Страну сломали. А почему длинник не пускают... Ну давай у нас доломаем. Да нет, надо доломать. Я вышел, пообещал, пообещал. 4 марта всем организационным комитетом встретились с только-только назначенным губернатором области Сергеем Тарутой в здании Министерства Угля, где сейчас находится Совет Национальной Безопасности ДНР. И я тогда Сергею Алексеевичу задал вопрос по поводу организации безопасности этих митингов, поскольку вопрос лояльности со стороны милиции, это был ключевой в организации безопасности. Все силовые институты были в области парализованные. С нашей стороны милиция может применять только в рамках закона необходимые средства защиты, она не имеет права открывать огонь. Милиция, которая вооружена была дубинкой и щитом, должна была каким-то образом управлять ситуацией. И на тот момент, и первые, ближайшие 5-7 дней, она с ней справилась, с моей точки зрения. Но они ожидали какой-то реакции адекватной, в том числе и от своего руководства, которым они подчинялись. Исторически так сложилось, что все силовые структуры Донбасса у нас принадлежали двум людям. Виктору Федоровичу Януковичу и Ренату Леонидовичу Ахмедову. Позиция на тот момент этих людей была для всех достаточно ясна. Вот эта информационная война, она заложила для них интересный месседж, который всем понравился. Язык экономики понимают все. Им сказали, что зарплаты у силовиков в России больше. На самом митинге было людей несколько меньше, чем пятого, ну раза в два, наверное, меньше, потому что было уже страшновато людям выходить. Звучали призывы, что давайте поговорим, ребята, давайте как-то обменяемся общей мыслями. Была украинская сторона, скажем, которая занимала часть площади Ленина, и была пророссийски настроенная сторона, которая занимала ту сторону, которая ближе к самому памяти. То есть в две стороны объединяли ценности Евромайдана. Только одна сторона не могла идентифицировать, что ценности Евромайдана – это борьба с коррупцией, борьба с олигархами, борьба за справедливое правосудие, против полицейского, милицейского беспредела. Мы пытались показать, что мы можем решить, и я уверен, что не будь третьей силы, не будь России и российских спецслужб, и завезенных людей, мы бы смогли договориться сами. Украинцы с украинцами всегда смогут договориться, и эта история показывает. По-прежнему звучали призывы к объединению, к тому, чтобы сесть за стол переговоров вместе, перестать захватывать административные здания. И тогда пришел к нам с той стороны шахтер, местный, да, шахтера сразу, знаешь, по этой угольной пыли на глазах. И он обратился, говорит, дайте мне, я нормально скажу, я вас понял. Ну мы с опаской, но мы пустили его на сцену и дали ему микрофон, и он туда кричал. Ребята, я вот с вашей стороны пришел сюда. Что вы творите, зачем вы бросаете сюда взрыв, пакеты, яйца? Они же правильные вещи говорят, давайте объединяться. Здесь нет каких-то партий, здесь нет бандеровцев и правосеков, это же наши ребята. Что же вы делаете? И он плакал, этот шахтер, он плакал, глядя на то, что происходит с той стороны. В какой-то момент вот эта вот сформировавшаяся толпа, толпа уже на тот момент вооруженная металлическими прутами, дубинками. Это уже были взрыв-пакеты, начиненные гвоздями, мелочью, которыми нас забрасывали. Она просто двинулась непосредственно на митинг. Менты отступили, разступились, и наши ребята, самобороновцы, попали в это окружение. Кто-то выкрикнул, что, мол, давайте, сидите в бусы, нас вывезут. И вот этот автобус, в котором они находились, начали закидывать каминем, какими-то кирпичами, разбили векна, начали закидывать петардами, поливать его газом. И вот просто люди опинились в пасте. Куклы в жиле Когда уже хлопцы вылезли из автобуса, вылезла сбойка, когда Дематрога уже упал на асфальт, и у него уже было на жиле поранение. Дематрога, и у меня было какое-то так плохо. Вот как, знаете, как сведомость втрачаешь, темно в очах и все. Вот это как морок какой-то наставил, все. Вот это я точно помню. У меня постоянно текли слезы, целый день. А он поделился и сказал, что мама не плачет, что рано. И что говорит, что все живое. Ну а потом. Звонила в лекарь, запитывала, что такой не попадал. Швидки ехали, бля векон. Как раз у нас видно выходят на Кальмис, мост той. И Калинина за мостом. И три швидки были, сирены. Потом нам дали паспорт весь в крови был. Обкладинку снимите, сдасте, а вам дадут доведку про смерть. Ребята, которые пострадали тогда в автобусе, да и еще ряд проукраинских молодых людей, начали собираться отдельными группами, по какому-то количеству людей, вылавливать уже тогда сформировавшиеся патрули сепаратистом и выносить им физические замечания и разъяснения о том, что этот город должен быть Украиной. До шести мы работали, ехали домой, кушали, переодевались и выезжали на ночную охоту. То есть мы, опять же, их методами действовали против них. Слухи ходят о том, что таких групп было несколько, там, три-четыре. Но по факту я знаю максимум человек 50-70, которые вышли, не побоялись. Это была инициатива, которая рождалась у людей сама по себе, как логичный ответ на агрессию. Когда тебя бьют, ты должен защищаться. Нет, огнестрельного оружия ни у кого не было. Я даже у людей не видел травматического оружия. То есть это были кулаки, это были максимум какие-то дубинки и что-то подручное попадалось. После они пошли в разные батальоны, кто в ССУ, кто в добровольческие батальоны пошел. И до сих пор продолжают эту борьбу. Не все помещения были еще захоплены. Деяли государственные органы на выезде. Все более-менее как-то функционировало. И была такая надежда, что если бы мы эти проявы смогли бы как-то локализировать, то, возможно, ситуация бы пошла бы другим шляхом. Задача у Яремы была поставлена однозначная освободить все захваченные здания и привлечь к ответственности всех организаторов. Приехало еще 1100 человек. Это были наиболее квалифицированные подразделения милиции, СБУ. Сказали о том, что будут организовывать штурм обл. администрации. Мы знали, что есть люди, которые готовы провести спецоперацию. Знали прекрасную дислокацию, кто на каком этаже обл. гос. администрации, где находятся вооруженные люди, где находятся мирные. Планировали, что операция будет где-то в начале пятого, полпятого. Но обычно делают, когда светает. И вот в ожидании этого счастья я лег, в 6 часов позвонил, сказали, пока ничего нет. Ярема сказал о том, что операция не была согласованная, потому что по закону АБАТО операцию должен был возглавлять и подписывать руководитель областного СБУ. Но он не взял на себя ответственность. Донецк, Луганск, там ситуация была, я уже говорю, мы фактически работали с колес, и управление не существовало, просто не существовало. Кто вышел, кто не вышел, кто вернулся, кто извинился, кто не хотел ни в чем принимать участь. Такая была такая очень важная ситуация. Потом оказалось, что никто из этих подразделений, которые приехали, 1100 человек, не стал, не брал на себя ответственность именно штурма. Все сказали, что они специализируются немного на другом. Ключовою проблемой это был саботаж наказов, саботаж планов и сценариев, которые мы складали. Все мают свои статуи, и фактически каждый из 5 разделов, действий, которых мы координовали, и что до которых мы давали распоряжение, каждый по своему статуту, сообщил нам, почему они не могли выполнять свою ланку работы. Потом ждали, что на второй день будет операция, потом на третий, так они кормили-кормили, и через две недели уехали оттуда. Уже стало опасно ходить с украинской символикой. Город все больше и больше наводняли подозрительные люди, агрессивно настроенные. Но мы собрались с силами, сказали, что мы не остановимся, и мы все равно будем продолжать проводить свои мероприятия. Мы начали чувствовать, что все-таки на противоположной стороне присутствуют люди не из Донецка, не из Донецкой области, а из России. Это по них чувствовалось, по говору чувствовалось, они не ориентировались в городе, у них на годинниках годины были переведены, на годину вперед. То есть разные моменты мы их выдавали. Я помню тогда, в городе было очень много автомобилей с российскими номерами. Автобусы, которые приехали, они привезли людей, которые никогда не были в Донецке, потому что они фотографировались возле каждого столба. Вся эта сила, которая шла под российскими флагами, сносила на своем пути не только флаги Украины, а рвала и сжигала флаги футбольного клуба «Шахтер». Подумали, дончане могут сжечь флаг футбольного клуба «Шахтер». Фанаты «Металлургой» пришли это делать? Да нет. Тогда у нас уже открывались глаза. Путин геть! Путин геть! Вода, единая! Соборная Украина! Вода, единая! Соборная Украина! Мы стоим здесь за единую и делимую Украину, за нашу Родину, которую мы предавать не собираемся. 28 апреля мы шли на марш за Единую Украину. Мы шли первые пять рядов. Это были ультрас футбольного клуба «Шахтера». Это шел тот костяк людей, которые вошли в сопротивление. Эти люди объединились. И мы шли первые. Сзади уже шли мирные. И когда началось нападение в российских настроенных людей, у меня единственное, что было из оружия, это мои кулаки. Мы пошли от «Бубки», это НСК Олимпийский, от памятника «Бубки». Мы стартанули и пошли по Артему в сторону ЖД вокзала. И мы прошли два квартала, когда сзади толпа нескольких тысяч вооруженных людей нас догнала. Украина, Украина! Вдруг из-за угла выбегают ребята с камнями, с дубинками, с взрыв-пакетами и с милицейскими щитами, и с милицейскими дубинками. И милиция вся становится вот так вот впереди украинского митинга, там в два или в три ряда, такой стеночкой. А по бокам просто заходят ребята с щитами и бьют всех подряд. Уже никто не разбирался с той стороны, кого избивать. То есть не было там, что они били, выбирают только парней. Нет, они били всех подряд и били очень жестоко, несмотря на то, что бабушка эта старая была или маленький ребенок, им было все равно. Мне прилетела тротуарная ФМК, где-то вот таких на размерах была. Она мне легла полностью на правую сторону. Легла так, что с меня слетела была клава просто. У меня слетела была клава, я упал на колени и встать я не мог. То есть у меня сразу потрясение мозга, у меня помутнение, голова кружится. А вот в правой скуре у меня осталась пластина титановая. У меня вот есть с того митинга флаг Украины. Такой вот. Так он выглядит. Это последний был митинг. И когда уже все эти ребята, эти тушки разошлись, уже никого не было, все украинские ребята разбегались, их там гасили по дворам. А я ходил там, искал своих знакомых еще по этим центральным улицам. И нашел флаг, вот его подобрал. Вот. И, в общем-то, он еще с кусочками земли, которые там его втаптывали, пока он горел в землю. Вот это было страшно. И, ну, не знаю. Ну, можете посмотреть на этот флаг. Наверное, вы часть каких-то ощущений получите, которые тогда были у меня. Как оказалось, мы смогли выжить там без наших квартир, без наших машин. Смогли выжить там без наших каких-то комнат, книг и так далее. Самая большая ценность, которая есть, это люди, которые тебя окружают. Мы меняемся, потому что молодые поколения растут. И как-то я вот на них надеюсь. На себя и на младшее поколение, которые, может быть, будут жить лучше, чем мы. Наверное, мы могли сделать больше. Мы могли в первый же день взять и пойти под уга. и попробовать их своими силами просто оттуда выбить. Но мы хотели все решить мирно. У меня до сих пор вопрос есть. А если бы вышло не 10 тысяч, а 50, да, а 100 тысяч, сменила бы эта ситуация? Да, Донецк и Луганск виноваты. А кто в Киеве разделит вину с нами за то, что произошло, за то, что мы фактически сейчас потеряли контроль на Донецком и Луганском и оставили миллионы людей просто вот под оккупацией? Мне пришлось взять в руки оружие только потому, что в тот момент в Донецке была уже проиграна борьба за ум. И для меня сейчас эта борьба продолжается здесь, на освобожденных территориях. Если бы мы эту борьбу выиграем сейчас здесь, то оккупированные территории так или иначе вернутся в состав Украины. Ты не можешь не любить, любить себя, но не любить одну из своих рук. Как-то вот что-то вроде этого, да? Украина — это я. Украина — это вот тот, кто был со мной рядом. И вот все, мы единое целое. Это по-прежнему так. Ничего не изменилось. Но мы ежедневно должны работать на то, чтобы сделать нашу страну лучше. Она выживет. Мы уже выстояли. Дальше будет лучше. Дальше будет лучше. Огрометание. С воздухи – что мне даже не нравится. Ничего не люблю. Харстımız Мога. Дальше будет выж söyled. Время террористы. Время терrористов дня выходным. Дальше будет выживать. Рем canned позже. Продолжение следует...